Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Зеленский пообещал удерживать захваченные земли в Курской области. Глава киевского режима дал интервью американскому телеканалу NBC News, которым приоткрыл часть плана победы в УСУ в войне с Россией. Зеленский заявил, что в ближайшее время он предоставит западным союзникам и президенту США Байдену свой план победы. Напомню, что Байдену этот план нужен для того, чтобы на его основе сформулировать американскую стратегию по Украине и обосновать перед конгрессменами предыдущие огромные бюджетные вложения в убыточный киевский проект. Зеленский в интервью американским журналистам отметил, что его план победы обязывает украинских военных любыми силами удерживать под контролем захваченные территории в Курской области. Зеленский подчеркнул, что Курскую операцию следует рассматривать не как военную, а как военно-дипломатическую. Из-за этого, возможно, следует, что киевский режим хотел бы в будущем произвести обмен территориями с Кремлем. Подробности своего плана победы Зеленский обещал раскрыть западным кредиторам и руководству США, в ближайшее время. При этом просроченный президент предупредил, что задумка украинского военно-политического руководства станет очевидной только при успешном исходе Курской операции, а успех возможен при усилении военной поддержки Украины западными странами и при снятии ими ограничений на использование оружия для ударов вглубь России. Курская операция, по словам Зеленского, является лишь первым этапом украинского плана победы, который свидетельствует о наличии атакующих возможностей УВСУ. К следующему этапу плана Украина может перейти, если западные лидеры согласятся с необходимостью усиления роли Украины в системе глобальной безопасности. Для этого армия Украины должна располагать соответствующим набором сил, средств и технологий. Конечной целью украинского плана победы, по словам Зеленского, является принуждение российского руководства к мирным переговорам. Оценивая все сказанное выше, можно заключить, что просроченный президент и западные кредиторы Украины, несмотря на угрозу обрушения фронта на Донбассе, сохраняют надежду, что им удастся навязать Кремлю свой план по Украине. Предположу, что главной целью атаки ВУСУ на Курскую область стало желание англосаксов обнулить мирные инициативы по Украине, китайского руководства и венгерского премьера Орбана. И надо сказать, что англосаксам это удалось сделать. У мирных переговоров можно забыть, по крайней мере, до того момента, пока украинские военные не будут выдавлены за пределы Курской области. Друзья, в закрытом телеграм-канале сегодня выйдет видеоролик на тему «Возможная потеря Покровска больно ударит по украинской металлургии» и его текстовая версия. Подписаться на закрытый канал Ходмысли можно по ссылке в описании под этим видео.